Добрый день уважаемые трейдеры инвесторы, сегодня 21 октября пятница, представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что сегодня интересно, две торговые идеи по евро-доллару и по доллар-канадцу, кстати по еврику уже пошла в отработку и очень любопытная статья по ипотечным ставкам и продажам домов в США. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике, поехали. Так, перед вами золото, золото. Вчера я рекомендовал покупать золото, да, с очень важными целями и кстати, да, я перенес сделочки со вчерашнего дня. И очень здорово, мы вчера зацепились в чате в ланге по золоту, шикарный вход на сломе 15-минутной тенденции, сидели в шикарном профите там по 2000, вот, но на Америке рынок сдулся и пришлось выйти практически при своих. Так, связано вчерашнее укрепление доллара с очередными комментариями представителей ФРС о ужесточении ДКП, вот, и собственно сегодня рынок продолжает подваливать. Напоминаю, что золотишко стоит возле минимума сентября и вполне, вполне после вчерашних мега шартов может туда прописаться. Да, собственно, подобные системы захода я буду рассказывать на сегодняшнем мастер-классе, который, я надеюсь, успеет выйти сегодня к вечеру на YouTube-канале ИнстаФорекс. Очень-очень недорого можно заходить по таким ценам и кстати, по-моему, я еще буду показывать подобные заходы со вчерашнего дня и по другим инструментам. Так, что из любопытного? Из любопытного меня потрясает устойчивость платины, то есть рост, который был вчера на золоте, вот этот, да, вот этот рост, он по платине остался, где он, то есть он остался и падения не было, как будто, как будто вчера на американской сессии платины не работало. Потрясает, конечно, устойчивость этого инструмента, не знаю, не знаю, почему именно так, но, возможно, свою цель платино отработает. Так, по еврику вам эти сделочки не нужны. Значит, что по еврику? По еврику я сегодня отдавал торговую идею на понижение в рамках простой трехволновой структуры относительно вчерашнего пин-бара. Вчера были шарты, сегодня откат, полтосик, вот он, четко в полтосик мы отбились и стали падать вниз. Что, 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 кто зацепился, тот молодец. Я в чате тоже давал эту идею и на форуме Форекс Деньги тоже давал. Выход по тейк-профиту первый должен быть на пробое минимума вчерашнего дня, такой четкий уровень. Здесь стоят покупатели, их должны в ближайшее время вынести. Ну, возможно, опустимся ниже, но первая цель именно вот здесь. Так, фунтик, фунтик тоже валит вниз, все говорят, что фунт падает, потому что лист раз падал в отставку и так далее. Не знаю, не знаю, не знаю, друзья мои, я вижу масштабнейшее укрепление американского доллара по всем инструментам. И вчера я, кстати, рекомендовал покупать фунта с большими целями. Напоминаю, что план был все-таки забрать вот эту вот верхнюю вершину. Вот, и на то, в принципе, были основания. Вот, и, кстати, вот я скинул один из заходов вчерашнего дня. Заходили мы тоже, кстати, в чате с ребятами. Просто, ну, как-то было две цели. Вот это и, собственно, верхняя. Я, собственно, не стал выходить на первый. Пожадничал. Ну, вот, но обратите внимание на систему захода, то есть на торговка, импульс, откат, заход, тест, стоп, буквально 10-15 пунктов. Вот, ну, в моменте давали прям шикарнейшую прибыль. Вот, но у меня были большие цели, которые, которые, к сожалению, не отработались и пришлось выйти практически при своих. Сегодня фунтик не дал хороших откатов. Вот, и подваливает сейчас на общем укреплении американского доллара. Доллар и иена продолжает девальвироваться. Вот такое ощущение, что Банк Японии отпустил этот инструмент. Вот, но, несмотря на это, моя вчерашняя торговая идея на понижение иены отработалась. Вот, вчера были вот эти интервенции, потом был откат. Вот, я продал пробничком. Потом, когда образовалось двойное дно, вот здесь вот продал еще, даже тройное дно на Америке. Соответственно, закинули цену вниз, обновили эту площадку и дальше ушли наверх. Ну, как бы, свои 300 пунктов, как бы, я забрал. Тоже это давал идею. Напишите, кто также ее отрабатывал в эту площадку, которая, кстати, вот здесь была подтверждена. Так, переходим к нашим кроссовым инструментам, которые мы анализируем и торгуем в рамках сеточного метода торговли. Девальвация иены может привести к тому, что мы можем набрать сетку продаж по канадцу и иене, которые дают на свои хая. Буквально осталось немножко, полторы тысячи пунктов, и можно раскинуть сетку лимитных продаж шагом не меньше тысячи пунктов по пятому знаку, а лучше после пробоя на тысячу пунктов шагом тысячу пунктов. Кто понимает половину слов, которые говорю, поставьте лайк под этим видео. Франк иена. Та же самая история, та же самая идея. Просто выбирайте между канадцем иеной и франк иеной. Канадец Франк не пришел пока в зону, которая нам интересна для покупок, но надеюсь это произойдет и мы его здесь поймаем. Новозеландец Канадец, кстати, болтается тоже на грани нашего профита на выходе на зеркальном уровне. Ждем, когда инструмент доползет. Новозеландец Франк, кстати, вчера заходил за полтосик и у вас был шанс скинуть эту сетку при своих, о чем я вас предупреждал. Австралиец Канадец стоит пока неплохо, если будет падать, набирайте инструмент качественный, зеркальный уровень еще не тестировал. Доллар Франк, друзья мои, прямо сейчас пробивает вершину текущего года, уходит пока на 300 пунктов. Обратите внимание на набор сетки шартов по этому инструменту. Шаг можете выбирать от 500 до 1000 пунктов. Волатильность бешеная, план у нас не меняется. Все тот же залет за хая и, собственно, возврат на зеркало через определенный проход. Инструмент шумный, свое регулярно забирает. Устрейцы Новозеландец пока нас не интересуют. Еврокады, еврофранки, кстати, подрастают. И скоро технический тест зеркала, про который я говорил несколько месяцев назад, друзья мои, произойдет. В кроссовых инструментах такое случается регулярно. Падение золота, связанное с укреплением американского доллара и, собственно, ко всем инструментам, в том числе, наклоняет и биткоин. Я думаю, что уже ленивый аналитик не говорит о корреляции золота, либо долларовых тенденций в биткоине. Он потихонечку теряет свою идентичность и потихонечку валит. Я надеюсь, пробьет минимум текущего года, откуда можно уже подыскивать ланги. Нефть после экспирации прям здорово подсдулась, и вчера у нас был пин-бар. Связано это все в том числе и с укреплением, друзья мои, американского доллара. И это не очень хорошая новость для тех, кто хочет покупать этот инструмент. Лучше это делать на слабом американском долларе, и эту слабость нужно дождаться. Пока то, что я вижу, не очень хорошо. Вот я часть лангов подскинул, вот часть буду, наверное, выходить без убытки. Почему? Потому что технический тест вот этого зеркального уровня, он уже произошел. Повторный тест, либо там третий, четвертый, пятый, это называется давление. И это может привести к пробою и дальнейшему падению. Лучше купить этот инструмент по лучшей цене. Обратите внимание, как он ломается. То есть, буквально первый тест и космос. Вот здесь, видите, первый тест, и, ну, как бы давали несколько долларов. Да, здесь можно было там 6 долларов, нихрена себе. Вот, и после экспирации мы сдуваемся на сильном баксе. Поэтому будьте осторожны с лангами по этому инструменту. Доллар-рубль непоколебим. Если доллар ко всем инструментам укрепляется, кто к рублю, он, естественно, падает. Вот такой парадокс у нас происходит. Что касается американского фондового рынка. Все подваливает, бакс укрепляется на дорогом баксе. Много не заработаешь. Я имею в доходности компании. Вот, но я рекомендовал вам продавать не американские фондовые индексы, а европейские. Если вы это делали вчера, то сегодня вы находитесь в плюсе. А если позавчера, либо 3 дня назад, так вообще в шоколаде. Сильный бакс не дает возможности инструментам вот этим расти. Вот, ну еще впереди, друзья мои, в зима и европейские фондовые индексы потеряют на зиме больше всего. Так, в принципе, все. Давайте переключимся к ответам на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Так, что у нас? Что у нас? Дмитрий Бабешка. Спасибо за обзор. Как понять, где собралась большая ликвидность? Я понимаю, на мелких таймах ликвидность лучше видно. Дмитрий, ликвидность вообще не видно. Это уровни, за которыми, собственно, мы предполагаем, что скапливаются какие-то стоп-лоссы. Вот, и за ними охотимся. Вот и все, используя сломы микротенденций. Ну, как минимум я, да, и ребята в чате у нас. Куда попадают либо те, кто открыл счет по моей партнерской ссылке в Инстафорекс, либо просто те, кто открыл счет по моей партнерской ссылке в Инстафорекс, которые находятся под любым из этих видео. Поэтому увидеть, где находятся стоп-лоссы, либо ликвидность невозможно. Ну, если вы, конечно, не пользуетесь софтом типа, там, FXCCI, либо подобным, вот, где, ну, в принципе, технически это видно. Но, по большому счету, это двойные, тройные вершины, там, дно, где теоретически могут скапливаться стоп-игроков, которые за продолжительное время на торговок там могли скопиться. Ну, сложно, конечно, объяснить, но, ну, по большому счету, это уровни, которые подтвержденные ценой, не пробитые ложными пробоями. Я считаю, что это зоны, где маркетмейкеры специально останавливают цены для того, чтобы потом периодически собирать с них урожай. Я думаю, так проще вам будет понять. Руслан, приветствую, респект. Так, 3D. Здравствуйте, Андрей, вы сказали, что при интервенции в Японии были скачки по золоту к другим инструментам. Почему так происходит? Значит, интервенции в Японии, интервенции, интервенции, ну, потому что все связано, потому что, по большому счету, все, все у нас, как бы, все инструменты привязаны к доллару, да, так же, как и нефть после Второй мировой. Все привязано к баксу. Если бакс укрепляется, он будет укрепляться и в доллар-канадце, и в евро-долларе. Просто будет действовать в разные стороны. Соответственно, если в доллар-иене, доллар-иена, грубо говоря, будет падать, трейдер же смотрит все инструменты, да, и видит, допустим, доллар-иена начинает валиться, это значит, к примеру, начинает падать американский доллар. Соответственно, в инструментах, где доллар находится в качестве котируемой валюты, будет обратная тенденция. Все инструменты связаны, потому что трейдеры используют другие инструменты, как поводыри, понимаете? То есть, если они покупают, грубо говоря, евро-доллар, то они посматривают, чтобы доллар-иена при этом шла, примерно, в другую сторону, или у них несколько, вот, заметьте, у трейдеров, у них, как правило, несколько инструментов, а то и десятков инструментов на графике, и они смотрят вот это дыхание рынка вместе. Если происходят какие-то вот такие вот неэффективности, несостыковки, они сразу начинают пытаться сработать на опережение, используя вот эти инструменты как поводыри. Я так думаю. Ну, а насчет прям сильных интервенций, ну, к примеру, допустим, вот меня, у меня очень интересует вот связь, например, когда Ли Страсса, допустим, объявила о выкупе облигаций, золото росло несколько дней подряд. Я до сих пор пока не понимаю, как это связано, но это, это однозначно была связь, и потом она прослеживалась, вот, в статьях буржуазных аналитиков, вот, но, возможно, я когда-нибудь с этим разберусь, и это меня волнует гораздо интереснее, в большей степени, нежели, там, интервенции Банка Японии, связь, там, с золотыми трендами. Ну, в общем и целом, если вы посмотрите, как минимум, вот такие микроинтервенции, где были прям скачки такие по 300 пунктов, по 500, золотишко тоже подергивалось, но у него свой тренд, к сожалению. Так, Сергей Жигулин, вы говорите, паттерн давления можно показать на графике, ну, что его показывать? Паттерн давления выглядит вот так. Ну, он может быть наклонный, допустим, если у вас наклонный уровень, ну, в лучшем случае это горизонтальная история, когда, к примеру, вот рынок рос-рос-рос, потом бах, через перехай, тык-тык-тык, вот это называется давление, раз, подход, два, подход, три, жди пробоя. Это может быть немножко под наклоном, вот, как вчера по евро, евро вчера так ломалось, то есть рост, рост, там, рост, и вот такая вот история слабонаклонная, вот, и потом пробои. Вот это давление на слабонаклонную трендовую линию. Давайте покажу, где там этот еврон вчера ломался, но это может быть на разных таймфреймах, но как бы ярко выражено, вот по еврику, к примеру, на минутку вчера, вчера вот она, видите, раз, подход, два, подход, три, ну, такое неяркое давление, где его можно здесь еще увидеть, там, пятнашечки, пятнашечки, давление, ну, вот давление, вот, хорошее, четкое, ну, вот, вот она, раз, подходик, два, подходик, три, подходик, четыре, и пробой. Так, вот, вот здесь вот хорошее давление тоже, раз, подход, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, кря, ну, примерно так, я думаю, вы поняли. Так, так, Андрей, не люблю доллар-кранец, потому что он мне должен. Да нет, дело в том, что я, как бы, в большей степени торгую евро-доллар, а тенденция одинаковая, еще раз говорю, инструменты потеряли свою идентичность, которая была раньше, все идет за долларом, либо на его укрепление, либо на ослабление. Потому что ставки, понимаете, мировые, валютные растут, вот, и все просто следят за баксом. Какая разница, через какой инструмент за ним следить? Ну, опять же, если иену оставить в стороне, потому что она, как бы, выбивается из всего этого бардака. Так, муси, так, муси, циан. Зря вы любое маломальское укрепление иены считаете интервенциям японского центробанка. И интервенция банка была всего одна. Та, что жахнула на 5 тысяч вниз. И примерно от уровня 145. Все остальное движение, поединение с интервенцией, скорее всего, не связано. Так, так, так. Что еще, что еще? Так, в том числе движение на американской инфляции. Не было там никакой интервенции. Японцы спали в это время. Вы думаете, что если в Японии ночь, то никто не следит за этими тенденциями? Я вас умоляю. То, что они спят, еще ни о чем не говорит. Вернее, то, что у них ночь. Я думаю, что здесь вы немножко неправы. Так, точно движение в 37 пунктов вниз не интервенция. Ну, в принципе, здесь все понятно. Смотрите. Мусициан. Мусициан. Не знаю, как там точно сказать. Смотрите, что я имел в виду. Офигеть. Иена просто умирает. Что я имел в виду? Ну, давайте вернемся в те времена, когда еще были видны интервенции. Но смотрите. Дело в том, что я мониторю на мелких таймах. И, понимаете, вот смотрю иену. Вот идет нормальное, нормальное, нормальное движение. И тут резко хлопок, такой щелк. Понимаете, щелк. То есть, вот эти вот импульсы, они не являются нормальными. То есть, нормальное движение цены, когда вот потихонечку идем туда-сюда, идем, 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 идем. Понимаете? Ну, то есть, какая-то... Ну, вот этот импульс, это была новость, по-моему. 13 октября. Это вот как раз инфляция. И, понимаете, когда там буквально за минуту мы имеем движение в 120 пунктов, с чего бы это, при этом другие инструменты вообще не дрогнули. Соответственно, я это понимаю, как какую-то аномалию. Если убрать аномалию... Ну, блин, на минуту, там, наверное, здесь будет тяжко смотреть. То есть, такие вот ножи, понимаете, щелк-щелк, и это происходит очень-очень быстро. Ну, давайте на пятерки вернемся, просто здесь было удобнее видно. Понимаете, когда за минуту вот так вот бах, потом другая минута, это секунды буквально, сотка улетела, с чего бы это вдруг? Понимаете? Когда по другим инструментам ничего подобного не было. Поэтому эти аномалии, если не считать там вспышки на солнце, внеземные цивилизации, агент Малдер Скали, истина где-то рядом, я считаю, что это чьи-то проделки. Чьи бы еще, если не японские. Ну, собственно, об этом речь. Об этом речь. Здесь, конечно, было шикарно, вот, но... Но и вот эти хвосты, все какие-то невероятные, резкие, и вот эти, то, что происходило, я считаю, что это какая-то аномалия, и это все происходило в уровне 150. Вот сейчас, вот, видите, не происходит. Ну, значит, какой-то у них есть свой план. Так, Фирс, привет. По ЕНИ 150 хочу, по нефти вниз, догадайся, куда еврик. Ну, да, понятно, 150. Что такое 150? Ну, 150, видите, японцы не удержали. Но у нас, как бы, вчерашняя инициатива, которая была, на мой взгляд, на интервенции, в площадку отработала. Я сегодня показал, собственно, как на этом мы взяли, кстати, в чате, все, все на этом подняли японского бабла. Так, в принципе, в принципе, друзья мои, на этом все, на этом все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Надеюсь, что сегодня выйдет, выйдет мастер-класс по, по вот этим микросломам, еще один очень любопытный, сломанный М15, заход на М1. Кто следит за вот этими скальперскими историями, я думаю, для тех будет очень любопытно все это изучить, в том числе и на этих выходных. Всем хороших выходных и до встречи в понедельник. Всем пока.